Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Пишу на форум, потому что не знаю к кому ещё обратиться. У меня довольно странная проблема, которая никак не мешает мне жить. Я учусь, общаюсь с людьми на всевозможные темы, совершенно спокойно воспринимаю реальность, но есть вещи, которые меня пугают. С самого детства я выдумывал в голове сюжеты для игр, основываясь на мультиках, фильмах. Допустим, могла посмотреть какой-то сериал, а затем создать продолжение. Чтобы ничего, но где-то 12-13 лет я бы смотрел один фильм. Там мне понравились актёры, которыми я начала серьёзно увлекаться, смотреть интервью, фото, видео со съёмок. И вот уже на протяжении долгих лет, сейчас на 20, я каждый, каждый день с перерывами представляю себе продолжение того самого фильма. Реплики, фразы, сюжеты, любовные сцены. Могу час сидеть с музыкой или гулять, представляя ситуации, в которые они попадают. Также многие происшествия, которые были в моей жизни, перекладывать на тех самых актёров и выдумывать, как они реагируют на это. Ещё я у себя в голове представляю такую картину, будто бы на какой-то передаче сидят критики и обсуждают это всё. Мне интересно их реакция на те сюжеты, что я изобрела в голове. Многие песни я ассоциирую с этими людьми, книги подстраиваю. Скажите, что это может быть? Нормально ли это? Пугает, что уже много лет я думаю над одним и тем же каждый день. Не думаю об этом, только если у меня много работы или всё об учёбе. Какие последствия могут быть? Неужели это что-то из области психиатрии? Как это может повлиять на мою жизнь и откликнется ли мне это в более взрослый возраст? Пишет Аноним. Ну, в первую очередь, наверное, хочется сказать, что чисто по описанию я бы предположил, что это, конечно, навязчивые мысли. Вот, ну, то есть механизм навязчивости, когда человек думает вот об одном и том же, да, то есть, ну, что-то для него становится по факту вот сверхценной такой получается идеей. А, у навязчивых идеи есть свои причины, у навязчивых идеи есть свои основания. Вот, мы, пожалуй, наверное, именно сейчас говорить об этом не будем, ну, ввиду того, что особого смысла в этом нет. На какие основные моменты хотелось бы обратить ваше внимание? Да, да. Первое, это то, что вы через, ну, данную идею, да, через данный сюжет, который пытаетесь продолжить, вы реализуете, чтобы, ну, что-то для себя такое, что вам важно. Естественно, сейчас я не смогу сказать, вот, что вам важно, ну, потому что ваша история мне не знакома, я ее, смысл историю, ваш, не знаю, вот, ну, я думаю, я думаю, что что-то вот незавершенно у вас вероятно всего присутствует. То есть, вот, какая-то особая значимость этого фильма. То, что вы выдумывали сюжеты для игр основы на мультиках, ну, может быть, как, в принципе, нормальная, естественная реакция. А ребенка с детям вообще свойственно это делать, да? С одной стороны, то есть, это может быть нормально. Вот, ну, с другой стороны, может быть, и беганец, ну, то есть, он уходит. То есть, ну, вы можете уходить куда-то, куда-то, если реальность не самая такая приятная. Да. Да. Вот. То вы можете, можете пытаться этой реальности, в принципе, избежать. Чем вам может грозить это в будущем? Ну, я бы сказал, что сейчас это больше компенсация, то есть, сейчас это больше компенсаторная функция. Это больше компенсация, который выполняет у вас и для вас. Вот. Ну, я бы сказал, что в будущем, если не заниматься психотерапией, да, то в будущем просто может случиться... Такая история, что данное, ну, данное увеличение, скажем так, перерастет свою компенсаторную функцию и больше будет самостоятельно. Ну, вот. Как бы, ну, ничего хорошего в этом нет, понятное дело. Я надеюсь, ну, как бы, что вы понимаете это. Вот. То есть, когда, грубо говоря, вот это вот ваше увлечение, да, оно, ну, по сути, вот, станет самостоятельным. Ну, этого можно избежать, если вот вы будете заниматься психотерапией, да, то есть, если вы прямо сейчас начнете разбираться в себе. А здесь и про, вот, потребность. Как мне кажется, в признании, вот, то есть, ну, вы нуждаетесь, а в признании, в значимости. Вот. Это нормально, как любой человек. Вы в этом нуждаются. Это абсолютная норма. Просто, если вы себе, например, ну, не признаете этого, да? Вот, ну, допустим, то вы, как бы, вот, несколько так, вот, уходите, ну, в другое, в другое. То есть, ну, желательно, вот, признать вам, что вот хочется быть начиной, да, хочется чего-то достичь. Вот, и, собственно, собственно говоря, да, вот, возможно, первым шагом как раз станет, станет вот это вот, ну, как бы, признание, да. А признание того, что вот, признание того, что вам, ну, хочется вот чего-то достичь. Вот. Тут, конечно, вот, может, может быть на самом деле элемент того, что вы убегаете в этом. Вот. Вот. Но, как бы, это нужно исследовать. Потому что пока что это догадки только. Вот. Как-то так. Как-то так. Как-то так. Как-то так. Я бы, э-э, еще подробнее, э-э, поисследовал бы элемент того, что именно вы придумываете. Да? Ну, то есть. Конкретно. Что именно вы, ну, фантазируете? Что конкретно? Возможно, вот, основываясь на ваших фантазиях, да, как-то вот тоже можно будет, э-э, ну, достаточно легко, э-э, понять, чего вы хотите, да, и что вам нужно. Потому что, э-э, фигуры в базе часто носят, э-э, такие метафорические, э-э, ну, значения. Вот. Такая какая-то история. Надеюсь, что вам это было полезно. Интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Пока. Продолжение следует...